всем привет я очень рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я предлагаю вместе переделать мой старый летний маникюр который я делала по моему без присутствия своего канала и нарисовать милый симпатичный осенний дизайн в исходнике у меня вот такой вот маникюр изначально он был матовым но за время носки около четырех недель матовый топ медленно наверно превратился в глянцевый также появились несколько отслоек под гелем и в принципе их уже пора переделывать снимаю я покрытие твердосплавной фрезой с синей насечкой она работает просто круто твердый материал снимает на ура здесь у меня основная задача снять основную массу материала чтобы не оставалось ничего лишнего и максимально выпилить все отслойки которые можно выпилить фрезой без так сказать вреда для натурального ногтя и для дар так и далее с помощью этой же твердосплавной фрезы И я снимаю длину, убираю длину ногтей, потому что решила перейти на коротенькие квадратики. И тут две главные задачи. Первая это не убрать слишком много, то есть лучше обставить немножечко про запас на работу пилкой, чем перепилить излишнего. И второе это не распанахать гиппанихи, которые так или иначе неизбежно разрастаются при ношении длинных ногтей. И после срезания длины я еще раз снимаю материал излишек, потому что то где сейчас у меня в общем-то торец и свободный край, раньше практически была зона стресса и соответственно излишек материала там не нужен. Дальше все это дело я приглаживаю пилкой, потому что сколько бы я его не склаживала, все равно у меня, по крайней мере у меня твердосплавная фреза оставляет после себя борозды на ногтях и их нужно снять. И еще второй вариант, пилочка хорошо снимает остатки от слоя, которые я не убрала с помощью фрезы. И когда внешний вид ногтя сверху меня устраивает, я подпиливаю форму ногтей, делаю себе такой мягкий квадрат. На некоторых ногтях не хватает параллелей, но я пришла к выводу, что меня это устраивает и пускай так оно и будет. Потому что отсутствие этого маленького миллиметрика где-то в стороне на одном или на двух пальчиках в принципе меня не возмущает. Дальше маникюр, кстати моя любимая часть в работе с ногтями. Я работаю фрезой с синей насечкой, в принципе можно брать на мои руки и красную, но как-то синий работает все оно быстрее, вычищается качественнее. А еще у меня давно не было маникюра, соответственно боковушки заросли прям буйным цветом и зачистить их фрезой с красной насечкой будет в принципе сложно. Если не невозможно, то очень сложно. И поэтому я постепенно шлифую, зачищаю боковушки. На это кстати у меня уходит основное время в маникюре, это зачищение боковушек. И закончу я кстати все это дело еще после того, как срежу кутикулу. Далее срез кутикул в аппаратной технике делаю я это вот такой вот цилиндрической фрезой, тоже с синей насечкой. И вот именно срез кутикулы мне лучше делать более жесткой, нежели более мягкой фрезой. Главная задача и главная цель это хорошенечко натянуть кожу, используя все позы пальцевой камасутры, которые я только знаю. И кожа у меня тонкая и очень чувствительно перепилить ее это вообще дело одной секунды и одного неловкого движения. Поэтому чем лучше натянута кожа, тем меньше шансов, что я ее перетру. Ну и окончательно еще зачищаю боковушки, делая все это дело в общем чистым и красивым. И заканчиваю я маникюр полировкой. Сегодня я не буду делать никакого поверхностного пила, поэтому полировываю кожу до плеска с помощью силикон-карбидной фрезы. Вот такой результат получила я в итоге. Сейчас я еще поубираю пыльку из всех пазух и вообще будет красотенька. И без махрушечек и без травматизма. Я обезжириваю ногти с помощью клинцера и без ворсовых салфеток. Спойлер, они все-таки ворсовые. И работать я сегодня буду с каучуковой базой от Starlet. Она очень густая, не текучая. Она очень прекрасна в носке. Но в работе она мне совершенно не нравится. А, она слишком густая и очень плохо самовыравнивается. В этом ее плюс. Она вообще не растекается и работать с ней можно сколько угодно. И второй момент. Она снимается то ли хлопьями, то ли стружкой. Что керамической, что твердосплавной фрезой. И мне не нравится, потому что, например, эту стружку мой пылесос вообще не втягивает. И грязь разлетается просто по всем сторонам вокруг, покрывая меня с ног до головы. Технология работы с этой базой у меня достаточно банальная. Я наношу каплю кистью из баночки. Потом растаскиваю ее куда нужно тоненькой кисточкой. Переворачиваю руку ладошкой вверх. И дожидаюсь, пока база наконец-то самовыравнивается. И можно будет отправить ее в лампу. В качестве цвета на правой руке у меня будет вот такой вот зелененький оттенок от Global Fashion. Честно скажу, оттенок мне нравится. Качество самого цветника мне не очень нравится. Мне кажется, проблема в кисточке. Она слишком жесткая и оставляет за собой борозды. Даже если я провожу буквально такими невесомыми движениями по ногтевой пластине. Но тем не менее остаются бесконечные борозды, полосы. Гель-лак вообще не самовыравнивается. И остаются после него проплешины, которые приходится кое-как растаскивать и заполнять тонкой кистью. И покрывать это все в два слоя, чтобы более или менее выглядело оно все это прилично. Часто мастера говорят, что к любому цветнику можно найти подход. Любой цветник можно приручить. К нему просто нужно приспособиться, приноровиться. Или руки должны расти из нужного места. Но вот я пока что конкретно к этому цветнику от Global подход так и не нашла. То ли к нему действительно подхода нет, то ли я еще ничего не придумала, то ли руки не с того места растут. Правая рука будет у меня однотонной и я сразу же перекрываю ее клянцевым топом от PNB. Теперь делаю покрытие на левой руке. Здесь будет дизайн в отличие от правой. Выравнивание я делаю все той же базой от Starlet со всеми теми же заморочками и со всеми теми же успехами. Стоит только разница, что все-таки более рабочей рукой. Мне кажется мне удается более мягко вести кисть и кое-как база выравнивается быстрее. Поэтому все-таки мне кажется в работе с этой базой, хоть она мне и не нравится, но важна какая-никакая сноровка. В качестве основного оттенка здесь у меня будет точно тот же самый зеленый от Global Fashion. На пальчиках, на которых у меня не будет дизайна, я наношу цветник в два слоя, работая во все тех же техниках, что и на правой руке. А на пальчиках, где будет дизайн, в моем случае это средний и безымянный, я стараюсь наношу покрытие цветное в один слой, чтобы не добавлять дополнительной толщины и не наваливать материала, как на горячий пирожок. В данном случае я просто наношу капельку цветника чуть-чуть побольше и максимально стараюсь растащить его сначала кистью из флакона, заполняя более или менее все самые плюшевые места, а потом просто дотягиваю все это дело тоненькой кисточкой, доводя до более или менее приемливого результата. И теперь все эти ногти, где у меня не будет дизайна, я сразу же перекрываю глянзу. Топом, чтобы не нацеплять на них борсины. Спойлер, я их туда уже нацепляла, и только после этого решила покрыть их топом. Я перехожу к дизайну. Использовать буду в качестве основного такой шоколадный цвет от Милана, также мне понадобится в дополнение оранжевый, желтый, красный, черный, немножечко зеленого оттенка. И гель-лак с блестками я, кстати, также и в конечном итоге не использовала. А еще нужна черная и белая гель-краски. Рисовать я буду совушку. Все по стандартной схеме. Сначала рисую небольшой подмалевок, и потом добавляю к нему детали. Все достаточно просто, банально, но в итоге получилось мило и симпатично. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот такой вот дизайн я получила в результате. Я почему-то так и не отсняла конечный вариант. И надеюсь, что это видео вам понравилось, было вам интересным. Всем я желаю творческого вдохновения, хорошего настроения, крепкого здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok